В зоне АТО украинские военные четыре раза за сутки подвергались обстрелам боевиков, в том числе из запрещенных минометов. А накануне в результате атаки противника ранения получил один из защитников Марьинки. Пострадали и дома мирных жителей, продолжит Руслан Смещук. Огненная Марьинка, линия фронта здесь проходит по окраине города. Заканчивается зона застройки, начинается территория, которая или простреливается, или контролируется боевиками. Некоторые открытые участки, например, напротив сгоревшей коневоческой фермы, где позиции боевиков лучше вообще перебегать. Кроме пуль, со стороны противника прилетают боеприпасы и потяжелее. Например, реактивные гранаты и усиленные, с накрученной на нее минометной миной. Именно такой ранен один из защитников Марьинки. Это остаток из РПГ-7, срочного противоталкового граната. Приведил вчера в вечере, по нашей позиции, клуб вся поранила, так как все вы знаете, сквозь. Прилетает частенько для нас. Наиболее напряженная ситуация на крайних улицах. Они граничат с пустырями, которые простреливают боевики. Здесь постоянно гибнут мирные жители. Улица Петра Карпова, старое название Тельмана. Отсюда до позиций противников 200-250 метров. И здесь почти каждый день стреляют. Но вот несмотря на все ужасы войны, здесь продолжают жить люди. Им просто некуда бежать. Нету возможности. У меня у мужа сахар и два инсульта. Куда мы поедем? И пенсия маленькая. Мы ели на лекарства тратим где-нибудь. Живой человек. Любой болится. Страдают и дети. Александре почти 12. Не так давно девочка чуть не погибла. Сидела у окна и делала уроки. Внезапно стекло пробила вражеская пуля. Прошла в 20 сантиметрах от ребенка. Вот тут-то я сидела, читала, делала уроки, а там как раз пуля за это. Вот пуля там и лежит. На руках у Александры кот Симба. Рыжему повезло, он выжил. А вот других четвероногих во дворе уже нет. Здесь часто падают мины противника. Кошку убила. Я только один живой остался с котом здесь. И кота тоже убила. Собаку от соседа тоже. Соседки ранены. Для многих взрослых и даже детей жизнь под пулями и взрывами с постоянным риском погибнуть при очередном обстреле боевиков уже становится нормой. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.